Узел проводник. Теперь на проводнике контрольку завязали. Пока одни учатся вязать альпинистские узлы, другие покоряют вершины. В больших веземах проходит третий этап юноармейской подготовки. Участники школьной команды в составе каждой ребята, уже испытавшие себя на предыдущих тренировочных сборах. Это принцип завести ребят в том числе в систему ГТО. В том числе в кружки, в секции спортивные разных видов спорта. Одинцовский штаб юноармейцев Игорь Топало возглавляет с мая прошлого года. Под его руководством и непосредственным участием проводятся обучения и тренировочные сборы ребят. К юноармейскому движению примыкает все больше молодежи. Причем дело даже не в военной романтике, а в гражданской позиции. Я в третий раз на семинарах. Мне очень нравится, потому что ты чувствуешь себя ближе к армии. Я хочу пойти в армию, либо в морфлот. В программе семинара заявлены три блока. Самооборона в формате норм ГТО, альпинизм и военная журналистика. Организаторы решились впервые рассказать о специфике работы и снимающей под пулями братьи. Заострить внимание ребят на профессии военный журналист. Порассуждать на тему выбора. Первой невинной жертвой в войне всегда становится правдой. Вот эта мысль в начале 20 века с неприятием пришлось осознать. Тренинги юноармейцев пройдут в течение двух предстоящих недель. В них примут участие ребята из всех образовательных учреждений района. Заключительная встреча состоится в апреле в Кубинке, где всем участникам семинара будут вручены книжки юноармейцев с результатами всех этапов подготовки. Мария Подъепольская, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».